Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомься с Западной Арменией. Диадин. Выступление депутата Западной Армении Аракий Шишан. Баку продолжает проводить политику геноцида в отношении армян Арцаха. Арарат Мирзоян. Фридом Хаус призвал Азербайджан открыть Берзорский коридор и обеспечить бесперебойную поставку газа в Арцах. Изнанные армяне по всему миру Австралия. Разработан новый курс по истории геноцида армян для школьников и студентов. Примесла Западной Армении. Производство кружек. Город Диадин расположен на правом берегу верхнего течения Арацаны, примерно в 38 километров к западу от Баязета на восточных склонах гор Цахканц по дороге Эрзрум-Баязет. В 5-6 километров от города находится знаменитый природный мост Арацаны. Высота и ширина моста более 20 метров. Недалеко от моста на правом берегу Арацаны находится большой источник минеральных вод Диадина, главный Гермав. Температура воды очень высокая. Диадин является центром одноименного уезда, входит в Верзрумскую провинцию губернии Баязет. В начале 19 века имел 500 домов армян и курдов. До конца 20-х годов 19 века большую часть населения Диадина составляли армяне. Однако в 1828-1829 годах после русско-персидской войны местные армяне почти полностью мигрировали в Восточную Армению. Жители Диадина в основном занимались сельским хозяйством, ремеслами и торговлей. Ремесленниками и торговцами были преимущественно армяне. Диадин имел свою крепость, расположенную на скалистом берегу Арацаны. До 1843 года крепость стояла. Позже была превращена в груду руин. В поселке была одна армянская церковь по имени Сурб Аст-Аццин. Она просуществовала до начала 20 века. В эфире Вестер Армения ТВ депутат Национального собрания Республики Западной Армении Араки Шишан выступил с речью, представив свое произведение, связанное с воспоминанием о Западной Армении. Он коснулся также истории и национальных ценностей, которые, по его мнению, сегодня подвергаются яростному нападению. Ситуация в Бердзорском коридоре показывает, что Баку продолжает проводить политику геноцида в отношении армян Арцаха, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мизуян на заседании Совета безопасности ООН. Азербайджан, грубо нарушив международные обязательства, заблокировав единственную дорогу жизни в Бердзорский коридор, тем самым отрезав Арцах от Горильского региона и внешнего мира. Пока мы проводим это обсуждение, народ Арцаха лишился права на свободное передвижение, матери разлучены с детьми, неизлечимо больные люди не могут получить медикаменты и помощь. Кроме этого, в морозных зимних условиях Азербайджан нарушил газоснабжение Арцаха, заявил глава Межнеполитического ведомства Армении. Глава МИД Армении отметил, что Азербайджан отказывается выполнять свои обязательства, достигнутые в различных многосторонних форматах. Западная Армения призывает членов стран ООН осудить агрессивные действия Азербайджана, поскольку Бердзорский район является оккупированной Азербайджаном территорией, которая продолжает войну за анексию Арцахского района, осуществляя этническую чистку своего коренонного армянского населения. Международная правозащитная организация Freedom House призвала Азербайджан открыть дорогу в Бердзор и обеспечить бесперебойную поставку газа в Арцах. Мы призываем международное сообщество подтвердить свою поддержку переговорам без принуждения. Азербайджан должен прекратить блокировку Бердзора и единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром. Нас беспокоит сообщение о том, что Азербайджан вновь прекратил газоснабжение Арцаха. Мы призываем правительство Азербайджана восстановить бесперебойную подачу газа жителям региона. В конце концов, мы призываем страны Минской группы ОБСЕ и стороны с трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года предпринять необходимые шаги для обеспечения прав и безопасности населения Арцаха, включая свободное передвижение, говорится в сообщении организации в Twitter. В Австралии армяне обосновались с 1850-х годов, переселившись в основном из Западной Армении. В 1918 году небольшое количество армянских беженцев, спасшихся от геноцида армян, в частности через благотворительные организации, нашли убежище в Австралии. В начале XX века постепенно стали сосредотачиваться на крупных городах, где в основном занимались торговлей и ремеслом, находили работу на кораблях. Среди австралийских армян большое число составляют бизнесмены, ремесленники, врачи, государственные служащие, адвокаты. Есть также другие молодежные и спортивные союзы, театральные труппы, хоры, танцевальные группы, армянские радиоэфиры. В Сиднее и Мельбурне имеется армянская апостольская католическая и евангелистическая церкви, ежедневные и однодневные гимназии. Для старшеклассников и студентов Армении разработан новый курс по истории геноцида армян. Вскоре он будет представлен на рассмотрении Министерства образования, науки, культуры и спорта. Об этом сообщил директор Музея института геноцида армян Арутюн Марутян. Новая стратегия преподавания была представлена в Музее институте геноцида армян в рамках научной конференции «Вызовы преподавания геноцида армян в 21 веке». В конференции приняли участие представители Армении, США, Испании, Руанды, Комбоджи, Ливии и Израиля. Было зачитано около 30 докладов. «Очень важно, чтобы знания о геноциде армян не носили символический характер. Эта тема должна быть глубоко изучена, чтобы повлиять на мировосприятие», — сказал Марутян. По его словам, темам геноцида армян необходимо постоянно поднимать, освещать, говорить о ней, о ее последствиях, о та же вероятности повторения в будущем. Западная Армения сожалеет, что ни один эксперт из правительства не был приглашен на эту конференцию и отмечает, что конференция не коснулась условий применения геноцида в отношении армян на территории Западной Армении и вытекающих из этого прав на компенсацию, которые были определены союзниками и ассоциацией. В Западной Армении одно из ремесел кружевное дело было самостоятельным, своеобразным видом художественного торчества. Арабские историки X века, представляя занятия армянского народа, упоминали в ремеслах изделий ручной работы, головные уборы, одеяла, которые, по-видимому, имели связь с кружевом. Кружево, сотканное из тонкой ткани, нити разного качества и вида, не могло сохраниться на протяжении тысячелетий. По этой причине в музеях мира нет старинных кружев. В Западной Армении кружево составляло обязательную часть армянского костюма. Достойно вниманию передняя часть женского тараза Барцер Айк – Варт. Интерес представляет кружева на груднике на таразе армянских женщин Киликии. В Карине, Ване, Багеш женщины вязали кружева для головного убора. В армянском головном уборе женщин Карина использовались кружева не только шелка, но и жемчужные. Убедительным доказательством древнейшего существования армянского кружевного искусства могут служить каменные скульптуры, особенно хачкары, каждый из которых кажется прекрасным образцом кружева. Из заключения новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok